Физкульт привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Вы часто пишите мне, что у меня в дельтах синтол. Конечно, это очень сильно вдохновляет меня работать еще больше. И просите рассказать, как на самом деле, ведь и ежику понятно, что я не использую синтол. Я против синтола был всегда, остаюсь и, скорее всего, надеюсь, останусь. Естественно, я не скрываю, что последнее время перешел на темную сторону. Но вы знаете, что плечи у меня, точнее, плечевые суставы, очень сильно травмированы и требуют оперативного вмешательства. Но, несмотря на это, мои дельты, все три пучка, стали очень большими. Как же я этого добился, я расскажу вам в сегодняшнем видео. Посмотрите его до конца и не пожалеете. Как это часто бывает, не было бы счастья, да несчастье помогло. Да, повторяюсь, мои плечевые суставы очень сильно травмированы. Я делал различные МРТ, вы видели, даже показывал вам, я делал контрастные МРТ, когда в сустав вводится специальная жидкость, потом ложишься в эту большую машину МРТ. Магнитно-резонансная терапия, делаешь определенные снимки и врач, специалист уже смотрит, что у тебя и как у тебя. Я обращался не просто к врачу, я обращался к врачу, который работает со спортсменами, непосредственно с бодибилдерами. Прооперировал очень большое количество людей. Когда я пришел ко мне, мне назвали сумму операции, доктор посмотрел все мои снимки и выяснилось, что у меня не столько проблема с ротаторной манжетой плеча, хотя мышцы вращателя у меня тоже повреждены, сколько присутствует, что меня сильно удивило, отломилась часть кости и находится в суставе, естественно, вызывая боли. Были страшнейшие боли, почему я и был вынужден обратиться к врачу, к хирургу. Но он меня отговорил от операции, сказал, что, во-первых, он не уверен, что будет лучше, во-вторых, в принципе, говорит, можно подождать, пока у тебя будет хорошая страховка и операция будет стоить в сотни раз дешевле. Я действительно послушал его и не стал делать операции. Продолжал тренироваться через боли. На данный момент у меня, вообще фантастика просто, друзья, боль в левом плече практически исчезла. Да, есть легкий дискомфорт, когда я, к примеру, сплю на левом суставе, просыпаюсь, чувствую немножечко дискомфорт. Но боли нет, как будто новый сустав. Боль, жена смеется, у меня перекочевала в правый сустав. Раньше у меня болел сильнее левый. Но суть не в этом. Давайте вернемся к дельтовидным мышцам. Как и все вы, я был большим адептом, любителем жимов. Сидя, стоя с груди, из-за головы, делал их очень много, даже когда были серьезные боли. Сейчас, друзья, я жены на дельты практически не делаю. Редко, иногда, когда хочу немножечко потешить свое самолюбие. Впервые я задумался о том, что мои дельты плохо смотрятся на фоне большой спины. Ну, по сравнению с некоторыми людьми, у меня спина действительно большая. На самом деле, спина у меня всегда была доминирующей мышцей. Никогда не испытывала проблем ни в силовых показателях, ни в росте гипертрофии. И дельты на этом фоне смотрелись довольно-таки маленькими. Я очень много повторяю жал. И жал в хороших весах и штамбу, и гантели, и тренажеры. Последнее время жал действительно больше гантели, потому что легче было находить то положение кистей, при котором сустав вызывал наименьшее количество болей. Скажем так, последний раз я жал 60 килограмм на 15 раз. Что же, друзья, заставило меня действительно пересмотреть весь мой подход к тренингу? Во-первых, стал еще более внимательнее изучать биомеханику движения. Стал ощущать работу мышц. Сейчас я действительно работаю с немножечко меньшими весами, когда работаю на гипертрофию и стараюсь больше чувствовать работающую мышцу. Но самое главное, то, о чем я пишу в своих книгах и писал в статьях, кстати, настоятельно рекомендую почитать вам статью на моем сайте hmgym.ru совершенно бесплатно, рейтинг мышечных групп и их зависимость друг от друга, чтобы вы более глубоко понимали, о чем я сейчас буду говорить. Задняя дельта, друзья. Кто из нас раньше, да и сейчас вы, уделяет ей первостепенное значение? Практически никто. Действительно, мы с вами в основном, как мы думаем, качаем, раскачиваем средний пучок. Как мы это делаем? Я делаю жимами. Но при жимах средний пучок, друзья, практически не работает. Работает в основном передний пучок. И поэтому мы с вами, как вы уже сами сейчас догадались, перетренировываем передний пучок. Потому что он работает во всех жимах. И на грудные мышцы, и на дельты. Забирает на себя всю основную нагрузку. Мало кто умеет правильно работать, чтобы хотя бы немножечко при жимах включался в работу средний пучок. При жимах на дельты. При грудных так сделать невозможно, чтобы средний пучок работал. Так вот, друзья, мы с вами, не хотя этого, перетренировываем передний пучок. Практически не дотренировываем средний пучок. И вообще не даем нагрузки на задний пучок. Но именно насколько мощный, сильный задний пучок, настолько мощно выглядят все ваши дельты. И именно задний пучок регулирует, насколько большим может быть ваш средний пучок и, соответственно, передний. Но, как вы уже поняли, дельт больших мало у кого есть. Мало кто работает на задний пучок дельт. Вот с чего я начал менять свой подход к тренингу. Я стал первостепенное значение уделять работе именно на задний пучок. Я выделил отдельный день для дельт. Иногда мог прокачать вместе с дельтами трицепс, либо бицепс. Но уже чисто немножечко там одно-два упражнения. В основном люблю выделять отдельный день и хорошенечко поработать над дельтами. Особенно если тренироваться по Виктору Николаевичу Силоянову, тренируемые гликолитические мышечные волокна, либо окислительные. Это занимает определенное количество времени. А я, вы знаете, не любитель тренироваться очень долго. И не потому, что мне не нравится качаться, а потому, что считаю это непродуктивным. Ваша тренировка, ее основная силовая часть, не включая заминку и разминку, должны укладываться в 60 минут. Плюс-минус. У кого как. Так вот, став делать упор на задний пучок дельты, я заметил, что все мои дельты стали более округлыми. Они стали похожи больше на вот эти большие шары для боулинга, к чему мы все с вами стремимся. В принципе, вы сейчас это видите на своих экранах. Естественно, это не плечи Рони Коллимана, но и больше, чем было у меня, и больше, чем у многих, кто учит вас, как правильно и грамотно тренироваться. Какое упражнение я считаю наиболее эффективным на задний пучок дельты? То, которое делаю сам. Это когда вы грудью ложитесь на наклонную скамью и разводите руки в стороны с гантелями. Естественно, подключая периодизацию. Самое главное, друзья, в этом движении, как в принципе и при любом движении на дельту, следить за тем, чтобы не работала лопатка, не сводить ни в коем случае лопатки вместе, как это необходимо при тренинге на грудные мышцы и на широчайшие. Друзья, я стараюсь говорить не очень быстро, но и немедленно, чтобы вы успевали усвоить информацию тем, кому это необходимо, кому это интересно. Так вот, основная моя работа и начало работы, начало тренировки я всегда уделяю заднему пучку дельт. Чаще всего это то упражнение, которое я вам сейчас описал. Естественно, тоже в периодизации. На каждой новой тренировке на дельты у меня разная периодизация, разный подход к тренингу, называйте это как хотите, циклирование, периодизация, суть от этого не меняется. Я использую как подход Виктора Николаевича Силуянова при работе на окислительные мышечные волокна и на гликолитические, но также использую и свои методы, если хотите, которые, кстати, критикуются многими поклонниками Виктора Николаевича Силуянова, и я не имею против этого ничего. Но я их использую. Почему? Потому что на мне и на моих учениках это работает. Более подробно о своей периодизации, своем подходе к тренингу, как это происходит в моей закрытой группе, будет в ближайшем видео. Не пропустите. Я пришлю в свет две мои книги. Отдельно для девушек, отдельно для парней. Серия «Фак фитнес». Вы обязаны изучить эти книги, если вы являетесь персональным тренером, инструктором, если вы хотите получать грамотные знания о том, как правильно начать тренироваться, чтобы не навредить себе. И самое главное, чтобы вы шаг за шагом, ступенька за ступенькой поднимались, улучшая свое здоровье. Вкратце сегодня скажу, что на одной тренировке это больше вес, меньше повторений. На другой тренировке это, естественно, меньше вес, больше повторений. И, естественно, в зависимости от того, какое мышечное волокно мы с вами прокачиваем, время под нагрузкой и время отдыха между подходами. Закончили делать заднюю дельту и переходим к работе на среднюю дельту. Здесь больше всего мне нравится делать махи гантелей в стороны, отведение гантелей в стороны, либо в тренажере. У меня есть специальный тренажер из Канады, он очень древний, я его выкупил в Голджиме, когда они меняли оборудование, давно за ним следил. Он бьет очень классно в среднюю дельту. Что нужно знать при работе на среднюю дельту, друзья? Здесь очень важно понимать следующее. Необходимо поднимать вашу руку, плечо, плечо это не дельта, друзья, плечо это вот от плечевого сустава до локтя. Поднимать до уровня, даже не параллельно полу. Чтобы было понятно, оставляя угол между плечом и широчайшей мышцей примерно в 90 градусов. Почему? Да, по той простой причине, что даже когда вы поднимаете руку уже до параллели с полом, в работу включаются совершенно другие мышцы. Подключается трапеция. И нагрузка с нашего среднего пучка дельтовидной мышцы съезжает, расплывается по мышцам, которые помогают поднимать руку в этом движении. Обращайте на это особое внимание. Есть и большие плюсы. Вы можете работать с большим весом при данной работе. Здесь я тоже придерживаюсь принципа периодизации на каждой тренировке, что советую, рекомендую и вам. Так работаю я, так работают все мои ученики. Все мы довольны, все мы видим результаты, прогресс. Что происходит дальше? Если я работаю на окислительные мышечные волокна, то я подключаю к работе еще и передний пучок дельты. Работая либо с большим блином, либо со штангой, либо в каждой руке использую гантель. Но я делаю это редко. Почему? Повторяюсь, потому что при работе, когда мы тренируем грудные мышцы и делаем жимы, работает очень хорошо передний пучок дельты. И я считаю, что этого вполне достаточно. Заканчиваю тренировку, я тоже работаю на задний пучок дельты. И всегда это более легкий вес и меньшее количество времени отдыха между подходом. Неважно, гликотерические я качаю мышечные волокна сегодня или окислительные. И работаю в ПЭК ДЕК. Хочу вам напомнить, друзья, еще одно из моих любимейших упражнений, которые вы можете делать в качестве разминки совместно с экстензией. А вы знаете, что экстензией я настоятельно рекомендую и сам стараюсь этого придерживаться правилам, делать в начале тренинга. Неважно, какой тренинг у нас сегодня, какую мышечную группу мы хотим прокачивать. Так вот, очень часто я использую, и особенно если вы, девочки, рекомендую это делать, не простые экстензии, а экстензии с одновременным отведением гантелей в сторону. То же самое, что и при работе без отведений, а для плеч, чтобы хорошо включались, тоже очень важно не сводить лопатки. Попробуйте это движение, вы увидите, как большая отдача, и лучше разминка, и лучше будет себя чувствовать все ваше тело, потому что движение получается практически базовое, работают абсолютно все мышечные группы. Очень настоятельно рекомендую попробовать, если вы никогда этого не делали. Партнер сегодняшнего выпуска Animal Northrop. Лучшая гармошка, друзья, которую вы можете себе позволить. По промокоду, который вы видите сейчас на экране, вы получите скидку на сайте Animal Northrop. Друзья, для тех, кто использует фармакологию, общаясь со многими людьми профессионального уровня, выступающими даже на сцене Арнольда, на сцене Олимпии, узнал, к своему стыду, раньше не знал этого, что можно колоть масло в разные мышечные группы. Можно колоть в бицепс, можно колоть в дельты, в ноги, в широчайшие. Не стоит колоть в грудные мышцы, ну и в другие тоже, в голень тоже не рекомендую. Так вот, я стал колоть масло именно в среднюю дельту. Иногда в заднюю, потому что тяжело самому дотягиваться. И это сработало. Мышцы стали округляться, мышцы стали более крупными. И визуально это смотрится, как вы сейчас видите на экране, довольно-таки хорошо. И даже после того, как вы отменяете препараты, это не спадает. Это, друзья, не синтол. У вас не происходит там никаких отрицательных процессов, если вы, естественно, придерживаетесь правил гигиены. Но так как мой канал преимущественно для тех, кто тренируется натурально, тоже не стоит расстраиваться. Ведь вы можете использовать инъекции витаминов. Витамины группы В, витамины группы С. И можете смело ставить их не в ягодичные мышцы, а в дельты. Единственное, настоятельно рекомендую, друзья, очень тщательно придерживаться правил гигиены. Как грамотно ставить. А лучше всего, если вы будете ходить в медицинское учреждение, в медицинский центр, в медпункт, в конце концов, где вам медсестра будет ставить эти уколы. Если вы сами не уверены в себе. Потому что основная опасность это абсцесс, это заряжение. Не должно этого быть. Это очень и очень опасно. Ну что, друзья, надеюсь, ролик был вам полезен. Надеюсь, вы будете использовать те методы, те рекомендации, для того, чтобы сделать дельты по-настоящему большими. Не забывайте, что работая на гипертрофию, вы должны, вы обязаны, особенно тренируя гликолитические и окислительные мышечные волокна, в первую очередь, чувствовать работу мышц под нагрузкой. Дельты, я знаю очень многих людей, которых никогда не болят дельты после тренировки. Так вот, друзья, когда ваши дельты начнут болеть после тренинга, а особенно в момент тренинга, это будет говорить о том, что вы нащупали ту технику, тот вес, то время нахождения под нагрузкой и отдыха между подходами, которые необходимы для того, чтобы построить большие и могучие дельты, как шары для боулинга. Спасибо, друзья, что смотрите. Не забывайте делиться моими видеороликами в своих соцсетях, ставить лайки, дизлайки и обязательно пишите комментарии. Просьба в комментариях не ругаться. Я сам знаю, что я не очень грамотный человек и без вас, поэтому, если вы хотите указать мне на ошибки, то укажите их, пожалуйста, конкретно в комментариях, а не просто пишите, ты тупой, ни в чем не разбираешься. Я тоже желаю всем вам позитива, больших, крепких мышц. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Сухой мышечной массы вам, друзья, без травм.